Приветствую вас! История, конечно, неприятная, история, конечно, болезненная для вас, даю себе прекрасный в этом отсчет, но, тем не менее, ситуация решаемая, ситуация корректируется, вот. Ситуацию можно изменить, можно улучшить, вот. Если вы перестанете играть в игру, которую затеял ваш молодой человек, целью которой является, в общем-то, тотальный контроль вас, безопасность ваша, целью которой является ограждение себя от чего-то негативного, негативного, от чего-то неприятного, вот, и так далее. То есть, вам нужно перестать, по сути, нести ответственность за то, что молодой человек вас ревнует. Если ты ревнуешь, окей, ревнуй. Это твоя проблема. Это не моя проблема. Почему я должна за это нести ответственность? Да? Если ты мне не доверяешь. Если ты не хочешь расставаться, то хорошо, обращайся к психологу за помощью, тебе помогут. Да? Вот. И все. Молодой человек, как бы, сам либо решит свои проблемы, либо нет. Откажитесь от игры. Потому что в его игре, он и проиграет. Дальше. Делающий момент. Вы говорите о том, что, значит, молодой человек младше вас на 6 лет, вы говорите о том, что вы встречаетесь с судьбой более 3-х лет, и вы говорите, что у вас есть ребенок от первого брака. Здесь обязательно нужно рассмотреть причину развода вашего. То есть, понятно, что развелись со своим мужем, бывшим и отцом ребенка не просто так, что были какие-то проблемы, какие-то были трудности. Вот. Какие-то ваши, да, действия привелись к разводу. Вот почему я говорю ваши действия, а не, скажем, скажем, ну, не только его, да, потому что отношения строят. Два человека и, соответственно, вы тоже строите отношения, поэтому вы оба ответственны за то, что произошло в этой ситуации, которая вот имеет место быть сейчас, на данный момент. Вполне возможно, что что-то из вашего поведения перекочевало в новые отношения. Вот. Скорее всего. И, соответственно, раз, ага, раз перекочевало, ага. Значит, за то, что происходит, ответственность несете, в том числе и вы. Это нужно понимать. Да? То есть, ну, то есть, в этом нужно отдавать себе отсчет, да? Вот. Вот. А, ну, ну, вот. Что-что такое может быть. Тоже. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Дальше. Идем. Следующее. Следующее. Значит, вы пишете, что в последнее время, в последнее время, молодой человек перестал вам доверять. У этого, у того, что он перестал вам доверять, могут быть и есть свои причины. То есть, что-то произошло. Знаете? Что-то произошло. Что-то случилось. Ну, с вами, да? Между вами, с ним, с молодым человеком. Что-то произошло. Нужно ли это разобрать, чтобы иметь понимание, с чем вы имеете дело? Да. Безусловно. Безусловно. Безусловно нужно. То есть, это не произошло, как бы, в одно счастье, да, внезапно. Это произошло, вот, потому что с молодым человеком что-то произошло, что-то случилось. Что случилось, вы не знаете. Потому что вы говорите, что он просто перестал мне доверять. Тут и ваши действия, и его какие-то изменения. То есть, возможно, что вы ему стали слишком дороги, и он теперь к вам привязался, да, и боится, соответственно, вас потерять. Вот. То есть, ситуация может так складываться. Я, конечно, не утверждаю этого наверняка, да, но вполне может быть. Вполне может быть. Вот. Поэтому, тут вот нужно, как бы, как следует разобраться с ситуацией, да. То есть, насколько вы в ней, в этой ситуации ориентируетесь, насколько вы отдаете себе отсчет в том, насчет, что происходит, ну и так далее. Понятно. Понятно, надеюсь. О чем мне нравится. Дальше. 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 Он будет вас подозревать и обвинять. Потому что по-другому не бывает. То есть не бывает иначе, люди, которые ревнуют, да, которые ревнуют, подозревают, не доверяют и так далее, они не подразумевают тот факт, тот факт, что им можно что-то доказать, понимаете, да, вот, а молодой человек к тому же ставит вам условия, что-то говорит, вот, не поверю, пока не докажешь, то есть тут уже вопрос того, насколько хорошо, насколько адекватно он вас воспринимает, насколько он, например, искренне относится к вам, вот, понимаете, никакой момент, и это, это, очень важно, что, ну, просто потому, что если у него к вам исчезли чувства, это может быть другая причина, по которой он стал ревноват, если у него исчезли чувства, или их стало меньше, вот, то в таком случае ничего не сделать, вам не имею ввиду, то есть в таком случае вы просто продлеваете как бы агонию отношений своих, вот. у молодого человека есть, скажем так, есть основания, по которым он не готов расставаться с вами, понимаете, да, понимаете, да? и это тоже очень важный момент на самом деле. Поэтому тут вот я рекомендую вам смотреть в этом направлении. если вы, если именно вы хотите сохранить отношения, не хотите расставаться, именно вы только, то подумайте, какие отношения для вас приемлемы, да? Ну, просто вот, просто, что вы хотите, какие отношения вы считаете для себя адекватными, да? Вот. И молодой человек, значит, просто должен быть поставлен перед фактом, что вот либо так, либо так, либо никак. Вот. То есть либо ты меня не ревнуешь, например, вот, и мы с тобой нормально взаимодействуем. Вот. Либо ты ревнуешься, но тогда прости, мы как бы расстаёмся. Вот. Ещё раз повторяю, ревность молодого человека – это его личная проблема, за которую вы не несёте ответственность. но если, если вы берёте эту ответственность, значит, на себя, да, за него, например, то в таком случае молодой человек ещё больше будет считать вас виноватой, просто потому, что это работает именно так. Это работает именно таким образом. Чем больше вы пытаетесь ему что-то объяснить, тем больше он считает вас виноватой. Потому что, ну, раз вы обрадовываетесь насчёт, ну, наверное, в таком случае вы за что-то оправдываетесь. Понимаете? Какая история. Вот. Вот так. Вот так, я думаю, можно вам ответить. То есть в этой ситуации перестаньте оправдываться. что-либо и откажитесь от идеи о том, что можно, можно, можно убедить его в том, что он не прав на ваш счёт. Нельзя. Нельзя убедить. При всём желании. Нельзя. Никак. Это может сделать только он, потому что, потому что, эээ, сама идея измены ревности, да, заключается в эгоизме. То есть это что-то эгоистичное. Всегда. Понимаете? То есть молодой человек думает не о, не о вас, вот, а о себе. Вот. И, соответственно, должен думать о себе, то к вам у него, соответственно, чуть меньше. Вот. И всё. Ну, как, эээ, показывает практика, да, как показывает практика, ревность имеет скло, имеет черту такую, эээ, усиливаться. Вот. Ну, со временем. Со временем. И если вы не выйдете из этой игры сами, да, ну вот, то ситуация будет весьма-весьма печальна для вас. Но вместе с тем, вместе с тем, обратите внимание на то, что вы не хотите расставаться. То есть, обратите внимание на этот важный момент. На то, почему вы не хотите расставаться. На то, из-за чего вы не хотите расставаться. На то, по какой причине вы не желаете этого делать. То есть, ну, по какой причине вам не хочется расставаться. То есть, вы чего-то боитесь, вы чего-то обожаетесь, вам что-то неприятно, вам что-то больно, вам что-то тяжело. Такая вот история. Понимаете? Такая ситуация. И это важно на самом деле. На самом деле это очень важно. Потому что если вы заинтересованы в том, чтобы быть с, ну, с мужчиной, мужчиной сильно, что это уже ваша, собственно, потребность, которую вы пытаетесь таким образом реализовывать. Это делает вас зависимым. Вот. Понятно, о чем идет речь, да? Ну, здесь. Нет каких-то универсальных решений. У верности есть свои причины, да? Это неуверенность в себе, отсутствие собственной значимости, страх одиночества. Вот. Восприятие секса как чего-то грязного. Это негативный опыт измен в семье. Вот. То есть это все, как бы, ну, действительно имеет место быть. Но! Эта проблема не ваша. И вы с этим сами сделать ничего не сможете, к сожалению. С этим он не может сделать только что-то, молодой человек. Но и молодой человек делать ничего не будет до тех пор, пока вы потакаете его, ну, его поведение. Пока вы играете как бы в его игру. Понимаете? Вот. Вот. Поэтому, коль вы реально хотите сохранить отношения, лучше оставьте ему его проблемы. Вот. И вместо того, чтобы доказывать, что вы ему действительно изменяете, лучше скажите, скажите, например, что я себе, например, не изменяю, изменять не хочу, но когда, когда ты говоришь мне, например, постоянно про измену, я волей не волей начинаю об этом думать. То есть ты мне сам напоминаешь об измене. О том, что тебе можно изменить, о том, что и так далее. Вот. То есть, ну, ты как бы подумай, подумай вообще, с чего ты делаешь так. Вот. Понимаете? В чём момент, причём важность в ситуации. Только так. Чем меньше вы будете зависимы от него, да, чем меньше вы будете зависимы от молодого человека своего, в плане попрепностей, в плане всего, тем лучше будет для вас. Вот. И тем больше, тем больше шансов того, что он что-то начнёт в себе менять. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, отдельно мне бы хотелось сказать вот что. А, поскольку молодой человек ведёт себя, ну, отчасти, как ребёнок, да, вот, то я полагаю, что у него есть для этого основания. То есть, есть основания, по которым он ведёт себя именно так, как ребёнок. И эти основания, в том числе, создаёте ему вы своим поведением. В частности, в частности, вы создаёте это основание мы. Нет никаких мы. Вы. Есть только вы. Лично вы. И он. Всё. И вот лучше бы вам, для построения отношений, воспринимать ситуацию именно так. Понимаете? Не по-другому. То есть, не мы, а я и ты. Это куда более качественная позиция. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и успешного разрешения данной ситуации. Надеюсь, что вы и ваш мужчина обратитесь к психологу за профессиональной помощью, что и поможет вам сохранить отношения. Да. Да.